Новости в студии Наталья Ветрова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Рекордные трагические цифры. За ночь в регионе погибли 7 человек на пожарах. Из них двое детей. Традиционный потоп в Иркутском переулке пограничный. То прорывает водопровод, то канализацию. Солнечные бури как предмет для изучения. В нашем регионе, соседней Бурятии, появится уникальный наблюдательный комплекс. Встретить крещение во всеоружии. В Иркутске готовят Иордане к главному христианскому празднику. Семь человек погибли на пожарах. За ночь из них двое дети. Трехлетний мальчик и двухлетняя девочка. Это произошло в поселке Большеворонежский Зиминского района. Старший брат 7 лет получил ожоги. Когда начался пожар, дети дома были одни. Также пожары произошли в деревне Булык Боханского района, в Усули-Сибирском, в поселке Устюда. Все погибшие взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения. Связываем такой всплеск количества пожаров, в том числе с понижением среднесуточных температур. Может быть с ослаблением внимания от органов местного самоуправления к вопросам пожарной безопасности. В настоящее время мы усиляем работу собственных подразделений во взаимодействии с органами местного самоуправления. Организуем работу по поручению губернатора, работу мобильных бригад. И теперь к другим темам. Социальным называют все выступления Владимира Путина перед федеральным собранием. Ведь выбранные приоритеты – это материнский капитал за первенство, бесплатное питание для всех учеников младших классов, федеральные выплаты за классное руководство, увеличение бюджетных мест в вузах, поддержка малоимущих семей. В Рио губернатор Иркутской области Игорь Кобзев присутствовал на оглашении послания и после него отметил, что одна из приоритетных задач – наладить диалог власти и населения. Все социально-демографические вопросы будут решать уже с января. Экология для нашего региона здесь особенная часть. И мы понимаем, что те участки, которые несут какую-то определенную экологическую угрозу, они на протяжении многих лет, к сожалению, не выполнялись в том объеме, который были поставлены президентом ранее. И сейчас, конечно, приоритеты правительства, меня лично – именно в выполнении тех задач, которые поставил раньше президент в рамках безопасности. Очень многое сегодня касалось всей жизнедеятельности населения. И касается и спортивных сооружений, и занятий спортом, и здоровья. Здесь очень много вопросов, которые мы в целом должны вместе сегодня сесть, проанализировать и поставить реальные сроки выполнения тех задач в этом году. Депутаты Государственной Думы, экономические эксперты тоже расставляют акценты и определяют тренды на то, чем будет жить страна в ближайшее время. Очень важны полномочия Госдумы по утверждению кандидатуры представителя правительства. Мы постоянно сталкиваемся со слабой работой федеральных министров, с провалами бюджетной и экономической политики. Теперь у Госдумы появится реальный рычаг отправить нерадивых министров в политическое небытие. Прозвучало про развитие инфраструктурных проектов, про то, что государство будет инвестировать в стройки, будет инвестировать в дороги. Это опять же занятость, потому что это люди, которые будут строить эти объекты. Это стройматериалы, это техника, это и сопутствующие вещи. Ну и любая территория, на которой развивается инфраструктура, тоже начинает развиваться. Это туризм, производство и снижение затрат на логистику. Это достаточно такой важный, интересный и перспективный тренд. А сразу после оглашения послания Путина Федеральному собранию российское правительство в полном составе подало в отставку. И буквально в эти минуты завершилась процедура представления кандидата на пост премьера. Единогласно выбран Михаил Мишустин. А до голосования за его кандидатуру в Госдуме Мишустин встретился с депутатами всех фракций. С членами коммунистической партии, в частности, Мишустин выступил против национализации добывающей промышленности и ряда других отраслей экономики. А народный избранник от Иркутской области Михаил Щапов задал вопрос о системе межбюджетных отношений, о развитии регионов, чтобы они сохраняли свою самодостаточность перед федеральным центром. За последние 10 лет баланс налогов и доходов значительно сместился к регионам, к федеральному центру. Доль регионов собственных налогов и доходов была 60%, а стало лишь 44%. Какое Ваше отношение к существующей системе межбюджетных отношений? Считаете ли Вы ее эффективной и планируете ли подменять этот баланс обратно в сторону регионов? Спасибо. Я сторонник того, чтобы баланс в сторону регионов был, для того, чтобы регион имел возможность инвестиционной активностью и созданием довольной стоимости налоговой базы увеличить свои доходы. Шелихов волнуется. В местной газете в декабре прошлого года появилось объявление. Компания, занимающаяся в городе утилизацией медицинских отходов, уведомляет о начале общественных обсуждений. Тема – установка нового оборудования для сжигания медицинских отходов классов А, Б, В и Г. Горожане боятся, что с его пуском дышать в Шелихове станет нечем. Завод по утилизации медицинских отходов в Шелихове работает с 2015 года. Каждое утро отсюда уходят машины и собирают сырье для сжигания по больницам Иркутска, Ангарска, Уссули, Сибирского. На деятельность есть все разрешительные документы. Я так понимаю, что мы сейчас стоим прямо на той площадке, которая вызвала глобальные волнения в городе. Что здесь предполагается делать? На данной площадке, на данной территории мы планируем строительство нового оборудования для сжигания медицинских отходов. То есть у нас будет на данной площадке тройная система очистки отходящих газов дымовых. Использованные бинты, шприцы, медицинские пробирки и другие отходы идут в печь. На производстве говорят, весь цикл строго регламентирован. Проверки воздействия на окружающую среду надзорные органы здесь устраивают ежегодно. Последний завод прошел в декабре 2019-го. На улицах города мы поговорили с шелиховчанами и задавали им один вопрос. Как относятся они к соседству с заводом? Отрицательно. Почему? Ну это же все в экологии, здоровье людей. Первый раз слышу от вас. Я первый раз слышу про этот завод. Не знаете ничего? Не знаю ничего. Глава города Сергей Липин подтверждает, у завода есть все разрешительные документы. Но соцсети гудят. Люди боятся, что новшества усугубят и без того нечистую атмосферу над Шелиховым. Безусловно, для нашего города и очень важно, как для моногорода, важно увеличение рабочих мест, поддержка бизнеса. Но все-таки вопрос экологии в нашем городе стоит особняком. У нас тяжелая экологическая обстановка. Город входит в перечень одних из самых непростых городов России в экологическом смысле. Поэтому здесь нужно расставлять приоритеты очень правильно и осторожно. Общественные обсуждения планируемых нововведений пройдут в Шелихове 30 января. Каждый горожанин на собрании может высказать свое мнение за или против. Ирина Белогривая, Александр Бурановский. Новости сейчас. Солнечные бури для изучения. В Иркутской области и Бурятии намерены построить научную долину. Ученые смогут наблюдать солнечную активность и многие другие процессы в космическом пространстве. В проект включили семь уникальных объектов. Обо всех деталях готова рассказать наш корреспондент Яна Романова. Прогноз космическую погоду на мировом уровне. Именно на реализацию этого амбициозного проекта в ближайшие шесть лет направят усилия всех умов современности. Как говорят эксперты, сегодня для этого не хватает возможностей. Нужны новые наблюдения. И для этого построят новые установки, которые и объединят под общим названием «Научная долина». Прогноз космической погоды – это как раз влияние тех негативных факторов, которые исходят от окружающей среды, от внешней, от Солнца, на нашу техногенную сферу. Это система космического базирования, это система наземного базирования, связь, радиосвязь, это электросети. Реализовывать проект начали на территории Иркутской области и Бурятии. В целом создадут национальный гелиогеографический комплекс Российской академии наук. Он включит в себя семь объектов и будет уникален для России. Например, радиогелиограф, который не будет иметь аналогов в мире. Также крупный солнечный телескоп, набор оптических инструментов, нагревной стенд и систему радаров. Ну и нужно все это, собственно, стране в связи с планами страны по развитию космоса, по развитию арктических регионов. Фактически этот комплекс направлен на осознание, прогнозирование угроз, которые направлены на техносферу Земли из ближнего космоса. От солнечных событий до событий в магнитосфере, до событий в нижней атмосфере. А еще строительство научной долины даст дорогу молодым ученым-физикам. Для занятий наукой мирового уровня в Сибири штат национального комплекса увеличат вдвое до тысячи человек. Это будут высокопрофессиональные кадры и их необходимо начать готовить уже сейчас. Яна Романова, Сергей Коваленков, новости сейчас. Канализационные стоки с завидной регулярностью несколько раз в год. О такой проблеме говорят жители переулка Пограничный в Иркутске. Вот и сейчас они начали день с уборки двора. Дурно пахнущие стоки покрылись наледью и дворовая дорога буквально превратилась в каток из нечистот. Убирают своими силами. На большой наледи прохожие скользят, как на катке, а машины проезжают здесь с трудом. Ледяную корку люди обнаружили утром. Петр Неупокоев, тренер спортивной секции для детей, рассказывает. Сначала думал отменять занятия. В помещении невозможно открыть окна из-за запаха. Да и передвигаться по улице травмоопасно. В итоге тренировку все же провели. Вот только теперь мужчина переживает за другие последствия. Самое неприятное – это антисанитария полнейшая, потому что эти сточные воды неизвестно, какие в них и палочки, и всякая зараза. И все это на ботинках будут притаскивать в клуб. И я не знаю, что нам в этом плане делать. Петр Неупокоев отмечает, этот многоэтажный дом такой, что именно сюда сливаются все стоки, которые выходят из канализационных труб. Но проблема не решается уже несколько лет. На место прорыва выехали специалисты МУП «Водоканал». Они устранили аварию и назвали причины. При возникновении на наружных канализационных сетях аварийных ситуаций, засоров, вызывающих излив стоков на поверхность, при производстве работ по устранению данных ситуаций, специалистами МУП «Водоканал» города Иркутска установлено, что в большинстве случаев причиной засоров является скопление в канализационных колодцах и трубах большого количества твердых бытовых отходов, средств личной гигиены. Коммунальщики предупреждают, чтобы не допустить подобных аварийных ситуаций, нужно правильно использовать систему канализации, исключить сбросы бытовых отходов. И тогда не придется страдать тем, кто совсем не виноват. Ирина Белогрива, Виктория Малая, Александр Гаврилов и Павел Рютин. Новости сейчас. И смотрите во второй части выпуска. Чехов. Новый взгляд. В театральную премьеру готовят в Иркутске о российском классике, который еще не был известен, а лишь мечтал написать роман. И удобно, и современно. Хранить экспонаты в областном художественном музее будут теперь в новом фондо-хранилище. Такая долгожданная победа. Воспитанник фонда Тихомировых привез бронзу с чемпионата России для особенных наездников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь ты найдешь отличные подарки с мужским характером. Надежные инструменты. Качественное оборудование. Стройка. В Новый год с новыми инструментами. Новый год прошел, а сюрпризы продолжаются. В сети автосервисов Автолидер скидка 20% на услуги сервиса при покупке автозапчастей. С уважением к вам, с любовью к автомобилю. Автолидер. Занимайтесь спортом когда угодно. Компактная беговая дорожка Ямагучи Ранвей. Бегите с удовольствием. Иркутяне готовятся встречать один из самых главных христианских праздников. В Крещении Господней люди окунаются в воду, чтобы очиститься от грехов и начать год с новой страницы. В областном центре Иордань возводят на заливе Якоби. Обо всей организации расскажет Мадина Халикова. Уже в воскресенье залив Якоби превратится в большой иорданный комплекс. Сейчас скульпторы, прихожане храмов и просто неравнодушные иркутяне работают над его созданием. Четыре купели, ледяные фигуры ангелов, кресты, городок и лабиринты возводят на акватории Ангары. Все для того, чтобы верующие смогли в святой день окунуться в воду и с комфортом провести время. Полностью весь городок светится, освещается лампочкой. Это вечернее время. Роспотребнадзор взял пробы воды в купелях. Она полностью соответствует санитарным нормам. Поэтому купание разрешено. А вот набирать питьевую освещенную воду необходимо в храмах. 19 января на Якобе разместят дополнительную парковку. Палатки для того, чтобы согреться после купания. Также будут наливать бесплатный горячий чай. Все для удобства горожан. Сегодня готовность площадки для проведения праздника проверил мэр Иркутска Дмитрий Бертников. Это не просто Иордань. Это целый комплекс, который традиционно наши коллеги здесь готовят. Это официальная площадка для купаний воскресных, крещенских. Сегодня, можно сказать, что практически мы уже готовы принимать наших жителей. Все. Так что дело за малым. Дело уже только остается за тем, чтобы посвятить. Но это уже будет сам праздник крещения. Большой упор делают на безопасность. По этому поводу в администрации Иркутска провели оперативный штаб. На совещании обсудили, сколько человек будут следить за порядком на мероприятии. Во время крестного хода пароезд по улице Якобе закроют. Регулировать движение будут сотрудники ДПС. По традиции на дежурство в этот день выйдут медики. Личный состав усилит полиция, МЧС, МКО «Безопасный город». В тёмное время суток для обеспечения дополнительного освещения будут установлены две световые башни возле купелей. Весь личный состав к проведению праздника готов. Служба будет переведена на усиленный вариант службы. Иордань на Якобе – единственное разрешённое место для купания. А вот небезопасны вода и дно на берегу Ангары в районе улицы Полярная, на побережье Иркута в посёлке Горького, акватория реки Ушаковки. Их в день праздника будут патрулировать. Также специалисты МКО выставят запрещающие знаки. Во время проведения штаба мэр дал поручение всем ответственным службам провести мероприятие на высоком уровне. Максимальный комфорт и безопасность при проведении данного мероприятия. Предупредить возможное происшествие. Среди приоритетных вопросов также охрана общественного порядка, обеспечения безопасного выхода налёта – это бесспорно. Организация дежурства всех экстренных служб. В ночь с 18 на 19 января купание запрещено, отмечает настоятель храма Александра Невского Протеерей Марк. Праздничное мероприятие начнётся с крестного хода от храма до Иордани. Освящение купелей проведут в 10 часов утра. Они будут работать до полуночи. В ночь на 20 января купели засыпят снегом. И только после литургии начинаются все остальные действия. Скажем, пост заканчивается, праздники все празднуются после литургии, не в 12.00. У 18 освящается вода в храмах, также после литургии. У 19 нужно идти крестным ходом на водные источники. С 18 на 19 купаться не будет никто. 18 и 19 января в Иркутских храмах, церквях, часовнях и приходах пройдут вечерние и утренние литургии. Там же горожане могут набрать освященной воды. Мадина Халикова, Павел Рютин. Новости сейчас. Чехов в предлагаемых обстоятельствах. В Иркутском драматическом работают над новым спектаклем. Главный герой пьесы Антон Павлович Чехов. Но еще не классик мировой литературы, а молодой мужчина, который содержит братьев и отца, хочет жениться на девушке из богатой семьи и мечтает написать роман. За репетицией спектакля сегодня наблюдала наша съемочная группа. Великий писатель, чей прищур сквозь стекла пенсне, знаком нам еще со школы, не узнаваем. Здесь он сам персонаж пьесы, ему нет и тридцати. Молодой человек, на чьи плечи легла забота о родителях, братьях, сестре. Чтобы заработать, он вынужден писать юмореские рассказы, хотя давно мечтает взяться за роман. О том, как мелкий лавочник, сын крепостного, ходивший по урокам без голов, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, битый овцом. Вот этот вот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и в один прекрасный день замечает, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая, человеческая. Драматург Елена Гремина уместила в небольшой пьесе события трех лет. Среди них неудавшаяся помолвка Антона и Евдокии, девушки из богатой еврейской семьи. Звучат отсылки и прямые цитаты из произведений писателя, писем и дневников братьев Чеховых, у которых были очень непростые взаимоотношения. К сожалению, в советские годы, во времена Чехова, его родственники сделали очень много, чтобы вымрать часть его биографии, часть взаимоотношений в семье. Всегда хочется пригладить, причесать великого автора, сделать его великим, сделать из него памятник. А мне кажется, Чехов тем и велик, что он такой, какой он есть, и преодолев все, все сложности взаимоотношений в семье, самим собой, он стал тем человеком, тем Чеховым, которого мы знаем в его произведениях. Спектакль «Братья Че» не претендует на историческую достоверность и все же стирает с академического образа по золоту, раскрывая перед зрителем Чехова человека, писателя, доктора, мужчину, сына, брата, пронесшего любовь к семье сквозь всю недолгую жизнь, как крест. Мог всех бросить и жить для себя, но он этого не сделал, он всю жизнь жил для других людей, ну для своей семьи. Он их тянул, он зарабатывал, покупал им различные имения в Мелихово, ну потом в Ялте пришлось купить, когда совсем заболел. На Сахалин он ездил, тоже о многом говорит, о том, что он же не для себя туда поехал. Он поехал, потому что чувствовал свой долг, в первую очередь, как врача, даже, а не как писателя. Поехать и помогать там людям. Вот это чувство, когда человек забывает себя, свои желания ради других. Вот этому, на мой взгляд, стоит действительно поучиться. Это сложно очень, но в этом есть счастье человеческое. Премьера истории одной семьи 29 января на камерной сцене Иркутского драматического. Это моя семья, моя радость, мое проклятие, моя теплый. Я хочу, чтобы они все были счастливы. Марина Беклемишева, Артур Рощупкин. Новости сейчас. Долгожданный подарок к юбилею. В Иркутском областном художественном музее открылось новое многофункциональное фонда хранилища. Оборудование соответствует всем современным нормам хранения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и различных скульптур. Обновление увидели Александр Гаврилов и Евгений Шарыпов. С двух сторон мы можем размещать. С одной стороны, ну вот, допустим, сетка 1, А, Б. То есть в дальнейшем картина, которая имеет свой адвентарный номер, допустим, Ж11, она будет в топографическом куличе написано, что Ж11 находится на сетке 1, А. Все, мы быстренько посмотрели в журнале, подошли к сетке, посмотрели нумерацию и быстренько ее нашли. Новое вместительное, компактное, а главное удобное. В Иркутском областном художественном музее презентовали современное фондохранилище. Главный хранитель музея Анастасия Грызлова оценила оборудование одной из первых. Говорит, подобная система выкатных сеток применяется во всех мировых музеях. Если раньше выдвигать шедевры русских и иностранных живописцев было достаточно трудно, то эти сетки выезжают легко. Причем это не зависит от количества картин. Более того, сетки с полотнами не перекрывают друг друга. Поэтому работникам музея можно выкатить оборудование и посмотреть на произведение искусства с обеих сторон. То оборудование, которое было, оно было уже устаревшее. Поэтому сейчас установлено совершенно новое, современное, очень удобное функциональное оборудование. Очень легко выдвигаются сетки выкатные. И дополнительно, в отличие от прошлого фондохранилища, мы установили настенные сетки, когда дополнительно можно разместить произведение живописи. Удобными стали и шкафы для декоративно-прикладного искусства. Полки в них установлены в зависимости от высоты, необходимой для экспонатов. Шкафы Грея свое название получили в честь цветка, растущего на Курильских островах. Растение становится прозрачным при попадании на него росы. Прозрачностью обладают и эти шкафы. Из новинок – драйверы для хранения ткани. Ранее в музее этого не было. Изготовитель уверен, оборудование облегчит работу музея. Каждый проект каждого музея вообще по-своему уникален. У нас нет абсолютно одинаковых проектов и нет оборудования, которое бы делалось для, например, двух или трех музеев одинаковое. Это первое. Второе. Разработка любого проекта занимает где-то примерно месяца два-три, в зависимости от его объемов и его сложности. Конкретно на этот проект мы потратили, наверное, около полугода. Новое фондо-хранилище значительно увеличит площадь для размещения уникального собрания. Оно насчитывает более 20 тысяч единиц. На приобретение специального музейного оборудования выделили 18 миллионов рублей. Я считаю, что это главное наше достижение прошлого года. В прошлом году в художественном музее было установлено новое модернизированное оборудование всех фондо-хранилищ. Это и фондо-хранилище живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. И сейчас коллекция музея будет размещена на этих замечательных стеллажах. Презентация фондо-хранилища – первое событие в честь 150-летия музея. Его отпразднуют в этом году. Александр Гаврилов, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Благотворительный вечер добра состоится в Иркутске. Его посвятят празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. С музыкальными номерами выступят руководители областных и федеральных органов государственной власти, местного самоуправления, представители депутатского корпуса, детские творческие коллективы, руководители крупных организаций – Иркутская и Иркутская области, представители бизнес-элиты. Несколько лет мы занимались сбором средств на оказание детям, которые находятся на палеотивном уходе. Это хоспис, это наши дети, которым нужна помощь, находящиеся в Ивано-Матрюнинской больнице. В этом году мы, изучив ситуацию, предложили сбор средств на 4 больницы, на создание детских игровых комнат. Это, собственно, те вещи, которые не могут быть предусмотрены в рамках бюджета. Речь не идет о медицинском оборудовании. Это будут телевизоры, мягкие уголки, развивающие игровое оборудование, чтобы дети, которые долго там находятся с детьми, могли комфортно проводить время. Также пройдет благотворительная ярмарка, на которой можно будет приобрести работы иркутских художников и детские поделки. Мероприятие состоится в областном музыкальном театре имени Загурского 20 января. Первая и такая долгожданная бронза. Воспитанник фонда Тихомировых завоевал третье место на чемпионате России по конному спорту среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. Для Егора Оршинского это первая медаль такого уровня. Сами впечатлениями призер поделился с нашей съемочной группой. После прилета из Москвы Егор Оршинский встречает своего напарника, жеребца Апсента. С ним спортсмен готовился к соревнованиям. Опасений было много. Егор только недавно восстановился после серьезной травмы. Да и выступать пришлось на другой лошади. Тем не менее, спортсмен вернулся домой с бронзой. На арендованной лошади всегда сложнее, потому что нет столько времени, сколько на дома, на подготовку. Я восстановился, я считаю. И это у Тинограда, они это доказали, что я восстановился и вернулся в спорт. На чемпионате России по конному спорту среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата Егор стал третьим в паралимпийской выездке. Также у спортсмена второе место в программе утешительного фристайла. Это свободная композиция с музыкальным сопровождением. А после наездник выступил на международном турнире по паралимпийской выездке вместе с лучшими всадниками России, Казахстана и Финляндии. Егор уже представлял наш регион на прошлогодних соревнованиях. Но нынешний результат важен для всего фонда Тихомировых. Безусловно, есть подвижки. Вот с прошлого чемпионата, если там мы оставались совсем без призов, то задачу минимум мы выполнили, но можно было еще. Но я надеюсь, что это только начало, потому что мы уже были чемпионами России с другими спортсменами, которые уже закончили свою спортивную карьеру. Но это было давно, 2003-2004 год. Вот за последние 10 лет, да, это первый результат такой. Сейчас спортсмены фонда готовятся к летнему чемпионату Сибирского федерального округа по конному спорту. А в марте 2021-го Егор снова поедет на чемпионат России, где выступит уже вместе со своим напарником и другом, жеребцом-апсентом. Захар Семенов, Александр Барановский. Новости. Сейчас. Баскетбольный Иркут усилен игроком первой суперлиги. Артем Чеворенков, ранее выступавший за Урал, присоединился к оранжево-черным и сегодня провел первую тренировку в составе иркутской команды. 23-летний разыгрывающий воспитанник самарского баскетбола. С родной командой он успел стать чемпионом первой суперлиги прошлого сезона. А помочь Иркуту Чеворенков сможет уже завтра. 17 января иркутяне принимают тамбов. Начало встречи в 19.30 во дворце спорта «Труд». И это все новости четверга. Берегите себя и оставайтесь на исти. Субтитры создавал DimaTorzok